привет всем я вам обещала видео о том как закончилась моя история с якобы кашемеровым свитером из zara который я заказала и вот я его сдала и решила вам записать видео сразу прям по горячим следам из машины для тех кто не смотрел то мое видео я его прикреплю внизу под под этим видео и посмотрите если вы не знаете в чем дело но если вам лень смотреть я вкратце вкратце расскажу для тех кто новых подписчиков которые подписались и не видели это видео я вам всем очень рада очень благодарна за то что вы подписались решили поддержать мой канал так вот история очень вкратце такова что я в заре на распродаже заказала кашемировый свитер и этот свитер достался мне по очень хорошей цене за 29 долларов вместо 300 который он стоил вот до клиренса до распродажи я конечно была очень рада очень счастлива но когда я его получила радость на немножко померкла потому что присмотревшись поближе я поняла что это не настоящий кашемировый свитер а кто-то купил настоящий кашемировый свитер потом купил этот свитер который очень на него похож немножко другого цвета но очень похожа вязка кто-то купил этот свитер он значит перепели вешал и этикетку в общем прикрепили каким-то образом этикетку с баркодом этикетку с бумажную с тем что там был написано кашемеры все такое там даже был другой размер на этикетке и на самом свитере и отправили назад получили деньги назад они его снова выставили на веб-сайт я его купила вот когда я его значит обнаружила что это подделка что это не настоящий свитер кашемировый который я ожидал я конечно очень расстроилась потому что но обидно когда вы покупаете что-то и вы знаете что это очень удачная покупка и вы очень ждете и вы получаете и вы тут обнаруживаете что вас просто надурили при этом как бы зара не виновата этот кто-то из хитрых и очень изворотливых граждан канадских решили вот так вот решить какие-то свои финансовые проблемы если нет денег настоящий кашемировый свитер то можно таким вот образом это все сделать и я у меня была дилемма мне посоветовали отправить его назад этот свитер но я боялась почему потому что я подумал что если я его отправлю назад и тот кто будет принимать его обнаружит вот этот подлог и решить что это моя что это сделала я и очень трудно надо будет объяснять и потом доказывать что это не я сделала этого первых а если сразу например позвонить кастами сервис и сказать им что я получила такой свитер это не настоящий кашемировый свитер и в общем все это объяснить очень трудно кстати объяснить это все по телефону у нас кстати я хочу сказать что центральный офис зары находится в монреале и там я когда туда звоню я натыкаюсь на людей которые вот реально очень плохо говорят по-английски они хорошо говорят по-французски но они очень плохо говорят по-английски мне очень часто с ними очень трудно объясниться вы представляете вот такая ситуация да ну как есть поэтому объяснить им все это по телефону достаточно затруднительно было бы плюс ко всему у меня есть опыт сдачи вещей каких-то поломанных или испорченных которые я получала по по заказы онлайн в заре потому чтобы его сдать эту вещь мне надо было не просили от меня три фотографии фотографии этикетки там сверху снизу сбоку где поломка где в где брак в общем все это надо было им отправлять в общем это была такая мудота ему так муторно что я решила что я бы понесу в магазин очень длинное предисловие вот и ну я объясняю как бы ситуацию и я значит пришла в магазин с этим свитером на кассе стоял очень милый мальчик кассир протовец кассир такой с приклеенными ресницами с такими длинными золотыми ногтями хорошенький просто невероятно и он за счет я ему показываю этот свитер и объясняю ситуацию а он как то смотрит на меня не понимает я понимаю что он не понимает о чем я вообще что происходит то есть человек тоже типа меня такой как это может быть что-то я понимаю что он тоже не врубается в ситуации я ему еще раз обещаю еще раз объясняю я вам говорю послушай не я только хочу от тебя, чтобы ты не клал его назад в продажу, потому что этот человек купит, другой человек купит этот свитер, как и Шемирова, и это неправильно, это подделка. И, в общем, после так четырех, наверное, раз объяснений, он, я так поняла, что до него наконец-то дошло, потому что он сделал такой, не может быть, я говорю, может, может, вот, и он, опять же, не очень понимая вообще, что происходит, что к чему, говорит, ты позвони на customer service, значит, Zara, и попроси, чтобы тебе прислали другой свитер, я говорю, мне не пришли другой свитер, потому что их нету в стоке уже очень давно, это было случайно, их очень давно уже раскупили эти свитера, как только началась распродажа, и этот свитер появился-то на веб-сайте, только потому что это не настоящий свитер, потому что это подделка, поэтому кто-то послал, и вот они его выставили. Кстати, в комментариях под тем видео девочки выдвинули версию, что это, может быть, кто-то из работников Zara, эта версия тоже у меня, как бы, в общем, в ходу, ну, как бы, я согласна в некотором смысле, потому что я представляю себе, что кто-то совершил эту подделку, послал назад и сидит и ждет, обнаружит, не обнаружит, а если, а если обнаружит, и не вернут деньги, и вообще с этим человеком, как бы, это же все известно, кто покупает, кто посылает, потому что если человек покупает вещь, там, его кредитная карточка, адрес, там, фамилия, все-все, у них есть, то есть, если человек совершает такой подлог, он должен понимать, что если кто-то, кто будет принимать этот свитер, обнаружит этот подлог, то у него есть все данные этого человека, фактически, это, как бы, воровство, это жульничество, вот, поэтому версия того, что это делают продавцы, не продавцы, вернее, работники, вот, склада, например, они тот же, может быть, купили свитер, купили эти два свитера и вот так вот его подменили, тоже, тоже, кстати, вариант, что работники сами этим занимаются. Вот, так вот, значит, после долгого объяснения он наконец-то понял, что к чему, и сказал, да-да-да, я не буду его выкладывать на флор, значит, мы снова на полку в магазине, мы, конечно, его уничтожим, и все, и тут подходит какой-то его менеджер этого мальчика, менеджер магазина, и он, значит, начинает рассказывать менеджеру эту историю, а менеджер, значит, слушает, слушает и так, на меня так смотрит, и так ему как-то что-то начинает тихонько говорить этому продавцу, и я понимаю, что менеджер говорит, слушай, а может, это она вот это все сделала и сейчас принесла, и я думаю, он вообще совсем тупой, что, зачем я буду это делать и потом принесу, и буду все это рассказывать, эту историю, что вот смотрите поддельный свитер, ну, ей-богу, слушайте, ребят, и вот, значит, она, значит, на меня косится и пытается этому мальчику сказать, что, что, возможно, это я, как бы, криминальная личность, которая подменила кашемировый свитер, и теперь его снова принесу, в общем, я не поняла логики этого человека, что, что она, что она представляла себе, как, какой смысл был мне это все делать, и если бы я, да, хотела какую-то сделать, аферу, я пришла, тихо его сдала, вообще ни слова не говоря, а тут я сама пришла и сама сказала, что вот это неправильно, порежьте его, выбросьте, ну, в общем, короче, я так понимаю, что они, видимо, все-таки, ну, как бы знают, что происходят какие-то такие вещи, и каждого человека, который принес что-то с какими-то вот, с какой-то подозрительной, знаете ли, этикеткой или что, они все равно начинают подозревать, что, что этот человек сам, как бы, что-то нахимичил, на самом деле, это, как бы, уже менеджер, потому что сам тот мальчик, он такой, такой милый, такой был, знаете, такой был в ужасе, действительно, этой истории, которую я ему рассказала, а вот менеджерша уже такая, знаете, змея такая, она уже пришла, значит, давай сразу меня подозревать в чем-то, ну, в общем, кончилось все хорошо, свитер у меня забрали, деньги мне отдали, извинились, правда, извинились, сказали, что мы очень извиняемся, что такое произошло, и мы очень сожалеем, и все такое, ну, как бы, ну, и все, собственно говоря, на этом все, и я хотела, хотела вот что сказать, что, к сожалению, все чаще и чаще такие истории происходят вот у нас в магазинах, я в других магазинах это, как бы, встречалось и раньше, я знаю, вот, в наших стоковых магазинах, типа Ти-Джи Макс и Маршалс, там это сплошь и рядом, потому что я, когда работала в магазине, я работала в подобного типа магазине, и нам там все время пытались принести всякую фигню, знаете, вот, ладно, я не буду рассказывать, каким образом люди пытаются надурить магазины, просто потому что не давать никому никаких идей, потому что в прошлом видео, кстати, у меня одна моя зрительница написала, что, может быть, не стоит рассказывать об этом, потому что, ну, как бы, не давать людям идей, знаете, разные люди смотрят видео, и я сказала, ну, ладно, я уж, как бы, записала, выложила, ну, пускай, жалко стирать, а вот сейчас то, что я собиралась рассказать, я вдруг подумала, что, может быть, не стоит, действительно, так вот, люди невероятно изобретательны в том, как обмануть магазин, и как, как бы, вот, купить новую вещь, потом взять, например, старую и отнести ее в магазин и сдать вместо новой, или купить какую-то очень дорогую вещь, а потом принести в магазин какую-то дешевую вещь, вот, как была история с моим свитером, и сдать ее вместо дорогой вещи, то есть, получить деньги за дорогую вещь назад, потратив, там, допустим, купить вещь за 300 долларов, а потом купить за 30 и сдать вещь за 30 долларов, которая как будто бы 300, то есть, потратить 30 долларов, получить 300 назад, выгодный бизнес, но это очень много, я вообще, честно говоря, ну, в масс-маркете я раньше этого не встречала, а вот сейчас у меня получилось так, что вот этот вот свитер, потом до этого я ходила в H&M, там тоже что-то примеряла, принесла в примерочную какой-то жакетик, пиджачок, и вдруг обнаружила, что это какой-то вообще этикетка не соответствует тому, что там написано, что он вообще какой-то весь грязный, старый, в общем, фу-фу, и вот, короче, я обнаруживаю, что это происходит сплошь и рядом, и мне, кстати, это очень как-то грустно и печально, потому что, в принципе, в Канаде, Канад такая страна, считается, что здесь криминала практически нету, и вот всякое жульничество и всякие вот эти хитро деланные штучки очень несвойственны жителям Канады, были, но сейчас, не буду вдаваться в причины того, что сейчас происходит, но я вижу, что это просто вот сплошь и рядом, иногда заходишь в этот магазин, вот Marshalls, в который вот эти стоковые магазины, где вообще можно очень легко что-то подменить, потому что там нет такого, например, как вот в Zara или в H&M или в других магазинах, там есть какая-то коллекция, в которой, в принципе, продавцы знают, что у них есть в магазине, если вы приносите что-то там за прошлогодних лет, то, в принципе, может проскочить, но, в принципе, это продавцы могут заметить, а вот в стоковых магазинах, во-первых, там в каждом магазине совершенно разный ассортимент, то есть вы можете сказать, что вы это купили в другом магазине, принести в другой магазин, сдавать, никто вообще нос не подточит, комар, что называется, и там такой ассортимент невероятный, там нету никакой инвентурии, там как бы такой ассортимент, в каждой вещи по одной, например, или по две, или по несколько, очень трудно уследить, никто толком не знает, это вещи из их магазина или это из другого магазина, Ну, в общем, там такой шалманша, там действительно очень легко можно провернуть всякие такие аферы. И, в общем, это происходит очень часто. Это происходит с Поши рядом, и мне очень жаль. Опять же, повторюсь, я не буду говорить, почему и причины того, что сейчас происходит. Хотя у меня есть некоторые мысли на этот счет, но я не буду их озвучивать, тем более на Ютьюбе. И вообще в Канаде много чего происходит. Хотела тоже записать видео на эту тему, вы, наверное, слышали, но это политика. Не хочу углубляться в политику, не хочу никаких холивар в комментариях. И вообще в Канаде много чего произошло за последние 2-3 недели, которые очень, так сказать, изменили лицо Канады. И очень-очень изменения неожиданные и печальные, так скажем, для людей, которые живут здесь и которые думали, что живут в другой стране. А оказывается, мы живем в другой стране. Но не будем сейчас об этом. Не хочу, опять же, начинать политические дискуссии тут. Вот, так, какие дела, ребята, значит, вот историю обещала, рассказала, все. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok